Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за возможность участвовать в конференции и тем паче участвовать в записи, что возлагает большую ответственность. Каково будет место хирургии в ведении пациентов с ранним HER2-позитивным раком молочной железы в будущем? Безусловно, этот вопрос имеет место на существование, потому как эволюция лекарственной терапии, как называется вся конференция, семимильными шагами движется вперед, улучшая показатели общей безрецидивной выживаемости наших пациентов. И, конечно же, когда мы говорим о раке молочной железы, особенно о ранних формах рака молочной железы, то мы не можем не говорить и о хирургии как таковой. Потому что хирургия до сегодняшнего дня остается основным методом лечения больных с ранними формами рака молочной железы. HER2-позитивный рак молочной железы в структуре ранних форм рака молочной железы занимает достаточно большое место. Все-таки порядка 12-13% и, по некоторым данным, 15% наших пациентов имеют HER2-позитивный рак молочной железы. И, конечно же, нужно сказать о том, что появление новых препаратов, новых схем лечения в лечении распространенного рака молочной железы достаточно логично эволюционировало в лечении сначала адювантных методов лечения рака молочной железы, а затем перешло на неадювантное лечение рака молочной железы. И, соответственно, если раньше мы говорили о том, что это пациенты в основном с распространенными формами заболевания, то сегодня мы предлагаем неадювантное системное лечение, особенно HER2-позитивного рака молочной железы, у пациентов с ранними условно-операбельным раком молочной железы. И цели проведения неадювантной или, можно сказать, предоперационной терапии представлены на данном слайде. И, конечно же, важным этапом является снижение объема хирургического вмешательства. Сегодня, несмотря на то, что мы предполагаем очень важную информацию, которую получаем после проведения хирургии для оценки эффекта проведенного лечения, для идентификации пациентов, для эскалации или для деэскалации лечения, это очень важная прогностическая информация, все-таки очень важным моментом в лечении больных с диагнозом рака молочной железы является объем хирургического вмешательства. Потому что сохранение молочной железы – это очень важное клиническое достижение уже, можно сказать, прошлого века, которое дает нашим пациентам возможность не только думать о полном излечении, но и, пройдя лечение, вернуться в обычную жизнь, сохранив, а иногда даже улучшив качество жизни. Итак, показания для проведения неодевантной терапии представлены на данном слайде. И можно сказать, что действительно размер опухолевого узла более 2 см с поражением или без поражения лимфатического узла является показанием для проведения неодевантной терапии, в том числе и при ХР2-позитивном раке молочной железы. Существуют возможные режимы неодевантной терапии, которые сочетают химиотерапию с таргетной терапией, с двойной блокадой, так называемой, применением тростозумаба и пертузумаба, которые являются оптимальным на сегодняшний день с точки зрения неодевантного лечения больных в сочетании с химиотерапевтическими агентами. Но когда мы говорим о ХР2-позитивном раке молочной железы, особенно в отношении неодевантного лечения, очень важным моментом представляется достижение полного патоморфологического регресса. И применение двойной таргетной терапии тростозумабом-спиртузумабом дает такую возможность в зависимости от биологического подтипа, уже внутри ХР2-позитивного рака молочной железы до 80% иногда репортуруют наши коллеги достижение полных патоморфологических регрессов, что, конечно же, очень важно. И очень важным моментом, когда мы говорим о неодевантном лечении, прежде чем перейти к объемам хирургического вмешательства, конечно же, сказать, что сама по себе таргетная терапия в сочетании с соответствующими диагностическими процедурами может продемонстрировать достаточно высокую частоту достижения полного патоморфологического регресса, который может быть спрогнозирован в том числе и функциональными методами диагностики. Как в данном известном исследовании использовалась позитронная эмиссионная томография. И, тем не менее, высокая частота достижения полных регрессов остается недостаточной для того, чтобы говорить, что мы можем обойтись только двойной таргетной терапией. Но в данном исследовании мы говорим о достижении полного регресса почти в 38% случаев. Добавление химиотерапевтического агента дает возможность достичь до 80% полного патоморфологического регресса. Поэтому в неодевантном режиме, согласно нашим стандартам и стандартам мировых, конечно же, сегодня мы говорим о ХЕР-2 позитивных больных в сочетании двойной таргетной блокады с химиотерапией обязательно. И стремимся мы именно к достижению полного регресса как такового. Именно у больных с ХЕР-2 позитивным раком молочной железы достижение полного регресса дает возможность обсуждать увеличение показателей общей безрецидивной выживаемости. Конечно же, полный клинический, а потом уже и полный патоморфологический регресс является суррогатным маркером выживаемости как таковым. И, конечно же, мы говорим о том, что нельзя полностью экстраполировать полный патоморфологический регресс на полное излечение наших пациентов. Но, тем не менее, кривые демонстрируют, которые на этом слайде, большую разницу в показателях общей безрецидивной и общей выживаемости у больных, которые достигают полного патоморфологического регресса. Помимо полного патоморфологического регресса, конечно же, существует и частичный регресс. Но если мы говорим о частичном регрессе как таковом, то здесь стоит вопрос о хирургическом вмешательстве в пределах новых или старых границ. И уменьшение размера первичного очагания на фоне неодеватной терапии – это вопрос, который обсуждался, достаточно широко обсуждался. Но в 2017 году на голосование экспертов конференции в Сан-Гальне с участием, в том числе и член-корреспондента Российской Академии Медицинских Наук и профессора Владимира Федоровича Семеглазова продемонстрировали следующие результаты. Эксперты считают, что в пределах новых границ удаление первичного очага вполне адекватное онкологическое и хирургическое вмешательство. И хирургическое вмешательство в пределах новых границ является стандартом, который применяется во всем мире уже фактически 6 лет, и который мы пропагандируем и говорим о том, что действительно новые границы позволяют сократить объем удаляемых тканей и в конечном итоге сохранить молочную железу. Более того, проведение неодевантной химиотерапии значительно снижает количество реопераций по сравнению с операциями, которые проведены об фронт. На данном слайде исследования, которые провели наши австрийские коллеги, демонстрируют следующие результаты. У пациентов без неодевантной химиотерапии, в том регистре, который они анализировали, частота реоперации составляла 21%. У пациентов, которые подвергались неодевантной химиотерапии, частота реоперации составляет 10,6%. Поэтому, конечно же, само по себе неодевантное лечение влияет не только на сокращение объема вмешательств, но еще и влияет на очень важный фактор, как частота реопераций после неодевантного воздействия. Тем не менее, когда мы говорим об уменьшении очага, уменьшении границ или объема удаляемых тканей, мы должны, наверное, обсудить и ситуацию с полным регрессом опухоли. Если мы говорим о HER2-позитивном раке молочной железы, то полный регресс достигается в 60-80% случаях. И хирургическое вмешательство, которое приводит к тому, что патоморфологи говорят о полном патоморфологическом регрессе, задает вопрос хирургам, а для чего было выполнено хирургическое вмешательство, даже в объеме сохранного удаления, в объеме секторальной резекции, лампоктомии как таковой. Поэтому существует несколько клинических протоколов, которые в том числе представлены в нашем центре, которые имеют такое широкое название «Отказ от хирургического вмешательства на молочной железе после проведения неодевантной терапии». Это исследование проводится в нашем центре, оно зарегистрировано на trials.gov, оно прошло одобрение ученым советом нашего учреждения, и мы получили определенные результаты, используя дизайн, который представлен на данном слайде. В данном исследовании включаются пациенты с ранними формами рака молочной железы, которые имеют HER2-позитивный статус, в том числе мы принимаем пациентов в этой исследовании с трижды негативным раком молочной железы. Пациенты в зависимости от биологического подтипа получают стандартное лечение, и затем проводится полноценная оценка с помощью инструментальных методов диагностики, что же происходит с опухолью. В случае остаточной опухоли мы проводим стандартное хирургическое вмешательство, в случае же полного клинического регресса, доказанного мультимодальным проведением инструментальных методов исследования, включая маммографию, ультразвуковое исследование, однофотонную эмиссионную томографию, мы проводим вакуум-аспирационную биопсию опухоли с, безусловно, биопсией сигнальных лимфатических узлов или таргетной акселяротной диссекцией, если были вовлечены лимфатические узлы до начала неодевантной терапии. По результатам вакуум-аспирации и патоморфологического исследования мы при наличии остаточной опухоли предлагаем стандартное хирургическое вмешательство, при получении ответа полного патоморфологического регресса проводится лучевая терапия в стандартных режимах, как она проводится при соргансохраняющих операциях при раке молочной железы. Целью исследования, конечно же, является деэскалация хирургического этапа лечения больных ранними формами рака молочной железы, которые достигли полного патоморфологического исследования. Мы будем анализировать пятилетнюю выживаемость, общую, безрецидивную, конечно же, оценку качества жизни. Мы подводили уже промежуточный анализ, публиковали в нашей периодической печати и в зарубежной печати. В общем-то, можно ознакомиться с предварительными результатами. Но эти результаты ни в коем случае не должны испугать ни хирургов, ни клинических онкологов, которые занимаются системной терапией больных хир-2-позитивным раком молочной железы. Если следовать алгоритмам, которые приняты в нашем протоколе, или которые применяются в протоколах, в научных центрах, которые изучают этот вопрос, то фактически только 7% больных с диагнозом рак молочной железы могут быть кандидатами для проведения вакуум-аспирационной биопсии из всего полу наших пациентов. Таких больных на сегодняшний день немного, но, тем не менее, это достаточно значимая цифра, которую, конечно же, нужно обсуждать. И данный вопрос о деэскалации и условном отказе от хирургического вмешательства становится крайне актуальным. Второй очень важный момент, который мы должны с вами обсудить, это вмешательство на регионарных лимфатических коллекторах. И если с точки зрения диагностики у пациента клинические стадии Н0, то, в общем-то, здесь стандартная биопсия сигнального лимфатического узла, которая проводится в стандартных режимах. А что делать, если у пациента вовлечены подмышечные акселярные лимфатические узлы? В таком случае мы, в общем-то, не даем шанса, если подходить к стандартам методикам к сохранению нормальной функции верхней конечности, должны предложить акселярную лимфодисекцию. Нам кажется это не совсем логичным. Тем паче существует процедура, так называемый, таргетной акселярной лимфодисекции, которая позволяет выполнить сохранное малоинвазивное вмешательство на лимфатических путях, если мы предполагаем также наличие полного патоморфологического регресса в лимфатическом узле, либо этот лимфатический узел не был поражен изначально. Сама по себе биопсия сигнального лимфатического узла у пациентов категории N1 до начала лечения, к сожалению, оставляет очень большой зазор. Очень большой процент пациентов, достигших клинического N0, не подходит под критерии безопасного выполнения стандартной биопсии сигнальных лимфатических узлов. Поэтому и применяется методика таргетной акселярной диссекции, которая в нашем учреждении фактически проводится уже рутинно, которая предполагает установку радиозатопной метки йода-125 в лимфатический узел, который имеет морфологическое подтверждение метастатического поражения. И эта метка существует вместе с пациентом весь период проведения неодевантной терапии. Именно эта метка позволяет обнаружить тот самый лимфатический узел, который изначально был метастатически поражен. И мы надеемся, в ходе неодевантной терапии достиг полного патоморфологического регресса. Результаты таргетной акселярной диссекции докладывались неоднократно как нашими коллегами, так и, собственно, и наш центр имеет опыт по поводу этой процедуры. И демонстрируются очень хорошие результаты частоты ложно-негативных ответов, которые сопоставимы с биопсией сигнальных лимфатических узлов об фронту пациентов без поражения лимфатических узлов. Это безопасная процедура при конверсии клинический N+, в патоморфологический N0, на фоне неодевантной терапии. В общем-то, таргетная акселярная лимфодисекция, дополняющая биопсию сигнальных лимфоузлов, является процедурой безопасной и крайне информативной. Более того, очень важным аргументом в обосновании этой процедуры является вот эта таблица, где показана частота обнаружения метастазов сигнальных лимфоузлов после надевантной терапии у пациентов категории N0, безусловно, HER2-позитивных и 3D-негативных, которые достигают полного патоморфологического регресса в молочной железе. Фактически, можно говорить, что при достижении полного патоморфологического регресса в первичном очаге всегда будет подтверждено отсутствие метастаз в лимфатических узлах подмышечной области. Поэтому сегодня существуют определенные перспективы развития стадирной акселярной области, это и отказ от хирургического стадирования лимфоузлов после надеванта. В мире проводится несколько исследований, представленных на данном слайде. Так и полный отказ от хирургического стадирования лимфоузлов, клинические N0, у пациентов, которые подвергались данной процедуре АФРОН. Более того, вы все, наверное, знакомы с исследованием САУНД, которое было опубликовано несколько месяцев назад, которое говорит о том, что отказ от хирургического стадирования у определенной категории больных. Это та реальность, в которую мы с вами постепенно идем. Ну и, собственно, одевантная лекарственная терапия операбельного рака молочной железы. Рекомендации представлены здесь. Это рекомендация НССН, это рекомендация Ассоциации онкологов России. Они вам хорошо известны. Единственное, о чем я хотел сделать особое ударение, это о том, что показания к назначению неодеванта системной терапии, анатомические особенности опухоли и ее неблагоприятные биологические характеристики. Поэтому хирургия рака молочной железы завтрашнего дня представляется достаточно интересной. И, в общем-то, мы говорим о том, что отказ от хирургического лечения при достижении полного регресса – это научная тематика, которую стоит изучать, но пока еще не является клиническим стандартом. А отказ от хирургического стадиирования акселярной области – это также научный тренд, который сегодня, в общем-то, постепенно занимает место. И в том числе, я думаю, что в ближайшее время попадет в стандарты, мировые стандарты хирургического лечения у больных ранними формы рака молочной железы. Спасибо большое за ваше внимание. И согласно протоколу данной конференции, мне бы хотелось обсудить клинический случай, вопрос, который представлен на данном слайде. Мы говорим о пациентке 35 лет, которая является носительной ленцией BRCA мутации 1. Ей был установлен диагноз рак правой молочной железы, клинический Т2Н1М0. До операции было проведено 6 курсов неодевантной терапии по схеме TCHP, дотестоксел, карбоплотин, тростузумаб и пертузумаб. Далее пациентка была прооперирована в объеме удаления всей ткани молочной железы с акселярной лимфодисекцией одномоментной реконструкции. И по данным послеоперационной гистологии, нами был обнаружен опухоль, резидуальную опухоль 22 мм, метастазы в трех из десяти лимфоузлов. Стадия была проставлена патоморфологически, как Т2Н1. Степень лекарственного патоморфоза по шкале РСБ2, иммуногистохимический ХЕР2-3+, эстрогены 100%, прогестерону 100%, КИШ-67-35%. У нас с вами есть четыре варианта для обсуждения. Надеюсь, обсуждение будет интересно. И затем мы с вами поделимся нашими результатами. И с нами поделится результатами искусственный интеллект, которому мы также задали эту задачку. И ответ у нас уже искусственный интеллект готов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok